1 2 3 1 2 3 всем доброго времени суток мы продолжаем наши прямые отключения из альбиона была небольшая пауза на познавательный ролик который не особо относится к альбиону я просто хотел чтобы он был на канале и я буду про него периодически напоминать если в видео будут люди я конечно как бы не могу прямо сильно рекомендовать свой метод для проявления аватарок и значков потому что это как бы сопряжено с определенными рисками конечно у нас все сопряжено как вот я ответил человеку комментариях в принципе любая настройка естественно он абсолютно прав сопряжена с рисками то есть чем меньше у вас посредников между вами интернетом собственно вашим сайтом тем конечно лучше но как бы первую часть где я показывал как вообще установить этот аватар и как поменять имя то есть добавить псевдоним про это дело я буду напоминать опять же естественно я никого не могу заставить что-то подобное сделать потому что каждый сам как бы решает если вам нет смысла заморачиваться то значит будем будем как-то пытаться понять кто вы есть вот но если вы просто опять же пропустили этот момент то есть youtube это просто дело как-то запустил несколько лет назад и я смотрю сейчас даже не только под своим роликом я вижу под роликами других более крупных каналов вообще других не игровых каналов и так далее я вижу эту проблему то что люди оставляют комментарии и под этими комментариями оставляют комментарии другие люди и как бы и все они юзер куча символов поэтому теперь у меня на канале весь есть это видео я смогу всех туда перенаправлять где вы сможете ну чтобы это не объяснять каждый раз копипастой как бы в в комментариях вот хотя на комментарии я стараюсь пока на все отвечать пока их не так много чтобы это меня утруждал огромное спасибо всем за внимание как бы к моему творчеству честно говоря не то чтобы я прямо так много ожидал что многие люди заглянут просто я по гвшки например довольно давно делаю всякий полезный контент и не особо пользовалась спросом наверное из-за маленького количества людей говорящих на русском то есть которые там играют потому что она довольно нишево она вообще и в европе и в америке довольно нишево и как-то странно потому что игра очень хорошая но она как-то как-то нигде не рекламируется они особо никто не знает особенно в ру сегменте так там вообще совсем все плохо новых людей особо нет там еще заблокировали регистрацию поэтому там еще надо пляски с бубном устраивать поэтому для меня это было приятная неожиданность всем огромное спасибо канал прямо сильно за несколько роликов подрос по количеству зрителей прямо прямо значительно на 3-4 ролика у нас так много людей добавилось очень приятно особенно мне приятно слышать когда люди говорят что им просто заходит включить меня на фоне заниматься там играть на стоке играть что-то проходить потому что я играю в разные игры и естественно ну как естественно наверно кто-нибудь могет держаться в форме везде но конечно я не могу быть знать все быть вхож во все нюансы и так далее во всех играх одновременно плюс я уже не могу так много тратить времени на игры чтобы лет пять назад 10 назад я бы мог прямо руку на пульсе скажем так держать поэтому в основном все что я могу предложить это болтология какие-то размышления рассуждения какие-то аналогии так далее то есть вот люди которым именно заходит подобная часть контента это особо приятно слышать потому что значит этим людям будет нравиться все мои направления то есть и мой 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 ретро канал на него потихонечку очень медленно начинают подписываться на youtube все еще не понял куда людей оттуда направлять там мы проходим игры там уже появилась один ролик по прохождению игр на дэнди их еще несколько еще несколько планируется потом будет прохождение с игры с panasonic 3do я бы хотел познакомить с этой консолью зрители а потом возможно вернемся опять на пк и поиграем во что-нибудь ретро оттуда а вот что касается ситуации в альбионе все с той же с тем же переходом на европу и так далее я возможно для небольшого кликбейта добавлю это в описании потому что сейчас у всех на слуху поэтому скорее всего что-то про европейский сервер если будет люди тоже заглянут посмотреть но и в любом случае обсуждаем ситуацию поэтому это не совсем кликбейт это так небольшая манипуляция информации скажем так и надеюсь что youtube не начнет рекламировать мои ролики туда куда он рекламирует ролик с настройкой аккаунта потому что это будет немножко разные 5 категории этот ролик возможно вообще никому не покажется вот у нас такое небольшое вступление а чё что что у нас вообще происходит по поводу европы то есть вообще мнения разделяются в чате у нас бурлит постоянные обсуждения в англоязычном русскоязычном кто-то остается кто-то нет кто-то хвалит пинг люди на друг друга друг другу предлагают купить провайдера люди не очень понимают что какого бы провайдера ты в новосибирске не купил у тебя до нидерландов пинга все равно хорошего не будет а до америки будет примерно такой же как и туда но люди этим не задаются главное сказать что интернет у тебя говно короче компьютер тебя говно вообще у меня 40 90 и поэтому меня pink 30 то есть я прямо видел такой аргумент вот у тебя как они грязная 2080 как у меня и у тебя из-за этого наверно пинг больше и он такая мощная игра которая конечно 2080 никак не хватит довольно весело в чате что по поводу торговли у меня некоторые направления сначала просели потом они опять вернулись даже сильнее я немножечко вернул себе денежку так и так скромно растет баланс потому что во первых я очень много свободного времени копаю пытаюсь откачать чем мы собственно сегодня и займемся продолжим мучать матлак я понимаю что он наверное уже надоел но мы в стерлинг переберемся на следующем видео скорее всего или через одно вот я уже начинаю прокачивать как я сказал что я на половине прогресса к кир восьмому естественно я имел ввиду с поправкой на то что я буду учить это за очки навыка мне кажется что это рациональное использование вам может казаться не так но вы можете об этом написать в комментариях мы об этом мы это обсудим вот либо я это просто приму к сведению потому что не особо гулю скажем так вот из моих расчетов моих очков мне хватит собственно прокачать до восьмерки каменолома раз я уже взялся и до патча лучше прокачать пускай будет а то мало ли может быть камень станет жутко популярным и потом его фиг пока часть вот и вот эти собственно дела потихонечку ну кроме жнеца жнеца вот все остальные потихонечку уже тоже двигаются уже 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 перевалили через четверть и мы вот это тоже прокачаем до семи какой-то обозримый срок вот поэтому денежка не так увеличивается плюс я покупаю я извиняюсь что-то сегодня по магазинам прошелся и туносту и к не вот я собственно покупаю в тех городах в которых есть бонус я строю переработку чтобы иметь иметь какой-то бонус города на случай если он конечно гораздо меньше чем самом городе но случае если я предвижу такой момент возможно он уже идет я чуть не проверял цены монополия скорее всего при переходе может произойти во многих городах и как бы вот это это будет хороший выход потому что если у вас нет своей своей или клановой переработки то вы можете попасться в такой момент но в так в такую ситуацию когда вас на месяц просто оставят без крафта поэтому я покупаю островки и буквально там до пятого шестого уровня делаю переработку а там дальше посмотрим поэтому денежки немножечко не так быстро копятся как хотелось это у нас первый момент рынок все еще штормит люди думают что делать что уже происходит у нас происходит рост цены према при этом приличный рост цены према то есть если в моем случае у меня еще есть три месяца и мне скажем так не то чтобы страшно потому что через три месяца мы уже увидим что будет три месяца довольно большой срок вот если вы планировали купить прем буквально в предыдущем ближайшие дни то вам уже придется заплатить на 15 там 20 процентов больше чем он стоил до анонса всего этого дела я бы возможно закупил себе голду впрок до того как она стала расти но я как раз купил себе мамонта потратился на острова потратился еще что-то потом я какое-то время не играл потому что был занят олдскульной рубрикой и в общем как бы ну я пролетел как фанера над парижем золото скорее все продолжит дорожать до открытия я честно говоря не знаю почему его то есть мне сказали тоже в комментариях что при открытии на азии ну дорожала честно говоря тогда не очень за этим следил вот я только начинал играть и мне как-то то есть это открытие я не особо планировал вообще чтобы что я чё-то насобирают что по поводу золото а вот сбился свиня каблуками своими каблуками копытами стучит громко я не сказали что был рост и люди закупали зачем только люди закупали я не знаю если вы знаете вы можете предложить в комментариях потому что вроде как я думал что его можно перенести но я почитал в и в чате и собственно в описании в википедии и там написано что золото но аккаунт white но аккаунт white ну смысле по всему аккаунту на всех персонажах на всех персонажах на одном сервере то есть на сервера но не переносится можно забрать с собой скины купленные в шопе вроде бы как наверное из-за золото в том числе но а мне так много скинов то можно в шопе хороший купить поэтому прям не купишь на другого персонажа я не знаю почему но вот она растет возможно сбывают люди которые добывают серебро странными путями и продают их как бы запрещенными методами и люди решили себе быстренько тут набрать премов еще чего-то не знаю зачем впрок чтобы пока они будут играть здесь что-то происходило и возможно из-за этого но это мое предположение главное потом не пал не попасть под волну банов за такое дело но как я уже высказался в прошлом этом ролике лучше лучше это не покупать потому что потом прилетит бан и будет сильно обидно даже если вам он не прилетел то возможно прилетит вашему соседу или прилетит вам следующий раз вот и это будет обидно вот такие вот у нас собственно пироги мы выдвигаемся также идем копать я думаю что мы пару процентов за нашу запись сделаем и поговорим немножко вот о чем а о том о чем удобственно каких-то вещах которые я посчитал в комментариях и о которых бы я хотел поговорить у меня случилась небольшая беда и мои наушнички от logitech и такие прикольники для конференции я их ношу потому что у меня как бы очки и еще и проблема с ухом и поэтому ну такие закрытые вакуумные крутые наушники которые обычно игровые я мне не очень комфортно их использовать потому что у меня во первых начинается проблема в ухе из-за них из-за вакуума также из-за чего я не могу использовать затычки могу как бы но пострадовать я при этом буду то есть естественно при желании я могу и для меня выбор наушников это прямо большая проблема потому что мне нужны именно наушнички накладные но хочется как бы нормальные качественно чем там динамики что-то играли я не говорю чтобы они мне там басы там великие играли мне тоже не надо из-за той же проблемы с ушами на самом деле потому что басов ничего хорошего там не будет но чтобы они прилично играли и не разваливались в руках потому что на работе например я на работу закупал занимался закупками я закупал эти свины дешевые по 100 рублей не стоили вот эти накладные они в руках просто рассыпаются то есть и и взял там я не знаю куда-то там вот за наушник потянул чуть 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 там я не знаю но натянулся проводок и все проводок уже от уха отошел поэтому хочется как бы что-нибудь хорошего и поэтому я использовал logitech h111 там у них проводок такой знаете для джек которая одновременно и динамики и микрофон и зацепил чувака и динамики микрофон и сейчас я такого не нашел по нормальной цене они что очень дорогие и вот себе собственно на озончике за недорого взял версию 11 11.0 100 110 у которой провода разные то есть их smart с джеком не засунешь в некоторые ноуты не засунешь но у меня выносной блок от звуковой карты и в принципе там все хорошо я к чему все это дело веду что наушники у меня новые во первых они мне теперь давят на голову потому что не растянулись еще как старые а во вторых что критично они громче ну судя по всему там уже были подсевшие динамики они и может быть тут динамики немножко другие потому что таки те прожили 6 лет я надеюсь что эти тоже поживут хорошо я немножко громче все слышу и у меня было настроено так чтобы меня естественно не перекрикивал не перекрикивал звук игры то есть у меня вот эти вот все ползунки они чтобы ну чтобы вы слышали и чтобы меня но не перекрикивал и теперь я немножечко не понимаю как бы я ну как бы головой то я понимаю что я ничего не менял настройках и значит в новых наушниках вам то будет звук точно также сводиться но у меня постоянно это мучает потому что мне кажется что но все звуки стали громче и наверное меня это перекрикивает я проверю это на записи если вдруг ребят вы как бы вообще не стесняйтесь это я и на более странные скажем так вопросы спокойно отвечаю там когда люди какие-то претензии предъявляют которые мне вообще довольно странно сложно исправить поэтому если вы вам мешает например звук с игры то есть вы считаете что я разговариваю слишком тихо и звук меня перебивает то вы просто напишите в комментариях и я отрегулирую вот собственно к чему я вот этот весь вот эту всю подводку подводку подпивку заводил я копаю практически все подряд хотя цены конечно камень немножко подросли ну травертин у нас опять ничего не стоит а вот гранит вроде как на сотке остался но это надо проверить конкуренции все еще довольно много хотя и ожидал что она уменьшится но пока она не уменьшилась уменьшилась но не настолько насколько ожидалось но вот например на травертине на песчанике никого нет и для прокачки нам по факту то не сильно важно ну конечно хочется какую-то прибыль получить но я все равно это буду перекрафчивать и навряд ли это продам то есть я на следующий скорее всего ролик или через ролик я это все дело на мамонте провезу в бридж то есть в бридж поделаем покрафтим блоки rocks to blocks а здесь мы просто рубим все подряд потому что это все нам засчитывается на глаз собственно вскопать кучку полную из 3 3 копок по 2 песчаника вы получите опыта столько же сколько как за единицу гранита ну и за полную копку травертина вы получите как за 2 единицы гранита то что так что в плане прокачки если рядом гранита нет вы можете собственно копать все что угодно по времени я могу сказать что он тоже на глаз она примерно то есть одинаково качается то есть как как копается то есть где-то вскопать полный травертин вы полностью вскопаете где-то за такое же время как вы скопаете два гранита ну и собственно весь песчаник вы скопаете примерно за такое время как вы будете копать один грани то есть по времени вы особо не проигрываете о чем можно еще поговорить поговорить можно собственно об некоторых комментариях то есть мы например обсуждали по поводу того что ну об эффективности скажем так прокачки об эффективности прокачки ремесла в желтых зонах желтых синих зон я честно говоря вот я не люблю спорить о том ну или спорить особо даже не спорю потому что я больше рассуждаю а тех моментах которые я например сам не пробовал потому что у меня нету такого опыта где бы я мог прямо так и проверить и замерить где будет больше но опять же исходя из вот этого дела что в принципе нижний ресурс качает все довольно бодро поэтому его просто вот смотрите вот этот равертин мы сейчас подымем очень неплохо скажем так если исходить из того что кир ниже ресурс принципе довольно неплохо качает из-за отсутствия скажем так опасности вы можете больше времени копать вас никто не отвлекает вы не шугаетесь ни от кого и так далее мне кажется что в принципе особо большой разницы не будет то есть вот у меня идет довольно бодро у меня где-то вот на седьмой на восьмой идет по два процента где-то в час я не знаю как вот сейчас на видео будет но где-то у меня вот так вот выходило то и в зависимости от того как не везет на тернутые ресурсы потому что тернутые особенно если какая-то не тронутая штука попадется то вообще все хорошо получается поэтому как поговорить вот об этом я всегда говорю что вот в играх по типу и в онлайн и там кто-то в пвп по типу и в онлайн по типу альбиона где ты рискуешь что-то потерять тут просто скажем так есть нюансы которые зависят от во-первых стиля игры во вторых как сказать обстановки в которой происходит игра то есть например я вот работаю у нас с другом был свой компьютерный клуб котором мы собственно были и администраторами то есть мы вроде как и владельцы администраторы и так далее вот еще тут так работали и собственно надо было просто вот сидеть и следить за компьютерами собственно рассчитывать людей продавать что-то из ларька у нас там был там типа шоколадками так далее и по факту но 70 процентов рабочего времени ты просто сидишь но его бы хотелось бы убить на самом деле можно конечно гораздо более интересными вещами его убивать можно к ним сам самообразованием заняться но иногда просто хочется поиграться вот и вот что вот в этом делать вот вот тут например в этот момент у людей иногда ну как иногда большинстве случаев половина недели проходит вот так вот у кого-то кто-то на вахте сидит кто-то вот так вот в магазине сидит кто-то в переезде это в проездах куда-то особенности в интернет не такой плохой чтобы не поиграть но и не такой хороший чтобы поиграть в красных там или в черных зонах для вот этого всего подобная прокачка довольно неплохо то есть и я в том числе вот сижу я знаю что я могу в любой момент но сейчас когда я записываюсь конечно нет вот но в большинстве случаев я в любой момент могу отойти помочь там дедушке открыть дверь принять звонок что-то обсудить то есть я прямо вот тут брошу своего персонажа и как бы и все но и поэтому когда мы говорим о прокачке безопасных зонах вот что в еве что в альбеоне мы подразумеваем определенные бонусы этой прокачки которые напрямую не отображают ну как бы не напрямую не влияют на эффективность то есть если мы смотрим даже я не знаю пускай возможно действительно гораздо эффективнее качается хотя мне кажется что там будет небольшая разница но опять же я не могу сравнить допустим возьмем что вот в его онлайн например абсолютно точно многие занятия не в хайсеке они гораздо эффективнее по ну как гораздо в разы в разы в разы в два не эффективнее могут быть некоторые даже больше но там накладывается определенная проблема ты не как большинстве случаях не можешь просто взять посередине сказать о ребят тут клиент пришел ему нужно короче распечатать кое-что что кое-что набрать ему там флешки что-то посмотреть в общем вы тут короче повисите пока вот я тут конечно ваш логист ну вы как-нибудь так как-нибудь так ребята вот и ушел короче на полчаса пришел а тут уже ребята покрутили тебе улба разлетелись а ты тут один как бы и и помер вот а потом еще кто-то мимо пролетал увидел ей куяй ку прилетел и поднул тебя еще сверху бы ты больше такого не делал вот в альбионе примерно то же самое то есть вот у меня есть например какое-то время небольшое вот я зашел покопал после этого вот прямо нажал от отошел вот так вот например что меня никто не бил отошел даже не выключая его например особенно если подгадать чтобы пирог не 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 протухал так надо было кстати уйти влево я спокойненько подгадал все это дело сделал все вышел съел пирог зашел съел пирог и пошел дальше на меня вот могут вот такие молодые люди убить и вот эти вот вот эти как тут много этих молодых людей они пытаются пытаются моего кабанчика подрезать злодеи от маргеры это она не отмаркивается я просто хочу собрать камень то есть вас могут запилить таким но эти молодые люди там были потому что там наверно сундук был я просто туда заехал заболтался он что-то не отображался а вообще ну то есть вас могут конечно убить просто так пробегающий мимо но все равно не такая большая проблема как в черных или красных то есть тогда говорят о том что там черные более эффективные там или там до дороги а валу на эти пути а валу на они более эффективны то есть но люди я просто даже ну я не оспариваю этот момент то есть это просто есть нюансы как говорится то есть например для меня прокачка вот тут гораздо удобнее я очень собираюсь все таки приобрести себе планшет я в прошлый раз спрашивал но никто не посоветовал я думаю что просто немногие из планшета выграют я остановился на xiaomi 6 под не про я думаю мне обычного хватит потому что я не собираюсь там на какие-то завозы ходить мне вот вот так вот просто красивая графика с музычкой без тормозни и вот ресурсы собирать я вообще буду представлять этом лёху на спина болит и всякие болячки старость и радость я думаю что мне нужно там часик сделать перерыва я например что-то хочу подготовить к тому же ролику который я потом естественно с компа запишу и мне надо что-то поделать я уклёг и вместо того чтобы сидеть вот этот час а потом в больной спиной записывать ролик я спокойненько лягу например за этот планшетик и буду на нем вот собирать то есть я естественно не хочу идти какие-то черные зоны я вот это лежу параллельно что-то там в к отвечаю у меня то может быть youtube открыт также там окошком в окошке вот а я просто собираю и она довольно эффективно получается то есть это не то что там ну что-то совсем за гранью то есть ты будешь прямо вот до посинения я не знаю там и собирать может быть чуть медленнее довольно бодро идет я честно говоря ожидал хуже то есть я не ожидал что я грубо говоря за 10 часов выкачаю семерку и за 10 часов потом чуть больше выкачу и восьмерку я думал что все будет хуже но все оказалось довольно бодро если вы вас страшит собственно восьмерка вы там думаете 7 долго 8 еще дольше а на самом деле если присмотреться восьмерка качается совсем недолго ну смысле как она качается качается долго но не многим дольше чем семерка то есть там буквально восьмерка это это понимаю на всех а то это что так бодро рассказывает о том кажется каменщик это на у них ладно на всех увеличивается на 16 процентов всего лишь то есть если вы вкачали на 7 то значит на 8 вам скачь вкачать будет даже чуть быстрее потому что вы возьмете седьмой инструмент который будет быстрее собирать ресурс вот это что я хотел сказать про про сбор и прокачку в желтых зонах то есть даже если она проигрывает по эффективности есть нюансы которые для многих будут стоять выше чем сама эффективность у меня я думаю вы заметили что я стараюсь обходить острые углы я не люблю устраивать какие-то срачи и разборки на самом деле поэтому я просто стараюсь стараюсь понимать что есть обычно на каждую на каждый вопрос есть как минимум две точки зрения а то и гораздо больше и стоит просто не очень категорично к этому относиться вот так там говорят в японии и в азии вообще не принято сильно категорично что-то говорить и там вплоть до того что человек может сказать ну возможно там у меня умер код там или еще чего-то настолько не категорично что он как бы даже ситуации у которой не может быть грубо говоря несколько точек зрения потому что кот либо умер либо нет он так вот говорит то есть но это я тоже слышал в какой-то программе если если вы сами азиат или азиатка и живете там японии вы можете мне сказать или в китае что нет это вот я кстати с удовольствием слушаю рассказы людей из разных стран мне это интересно поэтому в прошлом видео я делал большой акцент на то что его как альбион мне очень нравились именно тем что здесь можно было поиграть со всеми да конечно вы будете разделены языковым барьером вы будете раз разделены временной зоной и вообще скорее всего тоже там если вы например хотите познакомиться с японкой там вы в онлайн или еще здесь она вас скорее всего и ганг нет нафиг и разденет в ход дожила и будете вы вы будете вы ее трупом в настанке если это касается и вы и будете вы просто голым бородатым мужиком который вывалится из своих шмоток здесь кстати довольно забавный момент в свое время я играл в варзи это такая на пике популярности зомби вот этих дополнений типа дэйзи и там все было так топорненько сделано и ты вот так вот идешь стоишь какой такой шмотки то есть такой крутой есть там в шлеме там весь в вот этом бронике и просто такой чувак из-за угла подходит берет и с дрободанов вас вот там вот с этого блин с помпового такого бабах и просто воздухе остается висеть вот все ваше обмундирование ваше вот это ружье шлем вот этот бронежилет и ваш труп просто из него вылетает вот так и чпок прямо из ботинок и улетел ботинок там конца не вот и прямо из всей одежды и улетел вот примерно так же вот такой первый контакт например у вас мог с какой-нибудь азиаткой здесь произойти теперь они на азиатском сервере к сожалению вам придется если вы не из дальнего востока играть с пингом с пингом не очень подходящим даже для такой игры как альбион вот поэтому если я вдруг если я вдруг в чем-то подобном ошибаюсь вы тоже это можете написать в комментарии но опять же я сказал что я стараюсь рассматривать все точки зрения поэтому у меня вот такой плавающие мнение и когда я говорю я стараюсь не загонять себя в какую-то рамку и своего собеседники где был гоняя не именно так вот только так все это делается я стараюсь во всем найти какие-то свои нюансы заодно поскольку моя любимая рубрика это болтология вы наверное заметили я могу болтать несколько часов о чем-то вообще не останавливать особенно если я свеженький такой то есть просто иногда я записываю по нескольку роликов и потом у меня еще стрим или еще что-то в таком случае естественно стриме я уже буду такое это сама пашу пожеванный скажем так блин почему вот эти все свеженькие этот синенький был самый по поеденный вот об этом стоило наверное сказать в начале потому что досматривают досудово не только лишь все потому что это уже где-то пошла вторая часть ролика я стараюсь эти включения делать не больше часа я обнаружил что у альбиона есть программа для контент крейтеров и я попытался зарегистрироваться я не нашел описание требований к моему каналу но когда я начал регистрироваться мне сказали что канал должен быть старше трех месяцев моему каналу вот как я его активно развиваю и как бы куча лет если считать как канал на который я просто там заливал для себя что то там баг репорт и все остальное поэтому я в принципе подхожу а по подписчикам я смотрю что мы в принципе довольно бода приближаемся к цифре в 250 это уже не такая большая цифра как она буквально мне казалось несколько недель назад то есть если youtube продолжит предлагать мои ролики людям которым они нравятся вы продолжите подписываться и поддерживать комментариям лайком и так далее что еще раз огромное спасибо то мы выйдем на эту цифру и дальше я попытаюсь там зарегистрироваться я не знаю может быть какие-то другие требования тогда мы собственно будем будем постараться эти требования выполнить если они вменяемые и если мне дадут партнер очку во первых я буду еще чаще у меня будете еще чаще слышать я не знаю вас радует это новость или нет но да у меня добавится скажем так мотивация больше времени уделять например альбиону чем другим играм и самое главное опять же для вас то что мне обещают выдать какие какие никакие промо кодики сейчас но чем я вас могу порадовать вам вручить скажем так что-то со своим автографом возможно для вас это что-то возможно для вас это что-то будет даже более важным чем какой-нибудь промо код но для кого-то и нет так вот промо коды насколько я понял будут на премы точной может быть там на какой-то кусочек голды но это не точно то есть на прям вроде как на 7 дней и сколько их там будут давать я не знаю естественно мы это все будем разыгрывать то есть у наших видео тут небольшие опросы викторины или просто ну тут тупо напишите там свой ник и ждите и ждите розыгрыш найдет я думаю думаю мне кажется что курса это не лучшее оружие для того чтобы копать я наверное он очень заменю у меня вообще из прокаченного есть лук бадона мало того что он у меня есть его еще и скрафтить могу так что в принципе можно скрафтить и лук бадона потому что очень медленно они умирают то есть мне бы чего-нибудь такое чтобы бабахнуть по быренькому и еще и поехал так вот будут у нас промо коды а значит будут розыгрыш естественно я разыграю всех среди вас все что мне дадут ничего оставлять не буду поэтому голосуйте за некроманта все дела некромант вам потом устроит какой-то подогрев я честно говоря никогда не проводил розыгрыш и первый мой розыгрыш был опять же пальбе о ну и в нем никто не поучаствовал потому что потому что в неудачное видео получилось и ведь видео потерялось вот это что касается нашего с вами развития как комьюнити то есть возможным я получу эту роль также как только с альбеон чеками я немножечко увижу что уже youtube понял куда и чё сувать я испорчу себе алгоритм запишу несколько видео как я обещал по его онлайн а мне ночь каповые пв е в импе мы тоже потрогаем вот он собственно тоже есть программа creator возможно я туда тоже дело это подам чтобы можно было вам и там разыграть какие скинчики то вроде тоже скинчики неплохие хотя в еве конечно скинчики субъективное дело но я вообще люблю люблю свои кораблики во что-нибудь покрасить и они у меня практически ну половина у меня в скинчиках летают рода я такие базовые люблю то есть мне очень нравятся серпентовские скины то есть они такие они вроде бы почти как голенские но вот это вот такая вот этот зеленый цвет серпентиса мне очень нравится как то так так мы уже один пирог отъели я думаю мы еще пол пирога с вами спалим дальше у меня будет небольшая партия сегодня гвшки без стрима а это видео вы скорее всего конечно увидите на следующий день а может быть я сегодня и ночью и выброшу я не знаю как лучше выкидывать потому что но его все равно посмотрят на другой день поэтому наверно не суть важно вот видите я просто плясу что все подряд опять же конечно лучше всего опыт идет из-за бонуса к сбору камня поэтому он принципе как основной источник вот это все тоже потихонечку прокачивается она у меня на самом деле тот же шахтер он у меня он был кажется на одном проценте шахтер был когда я пусть я начала пать восьмой восьмого каменщика и я его начал пусть только капнул седьмого шестого шахтера но каменщик уже какой-то был потому что там душах и ну я шахтера качал в портишь форте стерлинге и там тоже есть и камень и при том он там меньше собирается чем и здесь но собственно 7 процентов шесть процентов шахтера вот это я между делом прокачал пока у час я к 11 процентам иду каменщик поэтому параллельно тоже она подкачивается и когда мы переключимся профиль на то вот уже 11 мы уже пойдем пойдем с каких-то показателей да наверно к следующему ролику я заменю курсу на что-нибудь потому что опыта здесь все равно копейки а вот это вот самом деле сильно удлиняет вот это убийство помощи мне нужно ждать пока сработает у меня нету массу хи нормально ну либо надо взять курсу которая с массу хай лучше просто взять что-нибудь что мгновенный урон на ночь опять же тут же вот же лук который у меня прокачан хотя бы немножко он наверно тоже сойдет шурок големов кстати тут достаточно много я даже замечаю что люди их обходят то есть видно что лежит пачка големов но они их не добывают не убивают копают собственно жилу едут дальше я не знаю почему они так делают у меня есть подозрение что возможно это не совсем люди вот но может быть есть какая-то другая причина опять же если если вы знаете об этой причине вы можете написать это в комментариях я это прочту я сейчас стараюсь читать все комментарии отвечать даже на комментарии на которые некоторые бы например же не стали отвечать и вообще заблокировали я стараюсь я чисто говоря стараюсь всегда поддерживать какую-то как сказать лал так ламповую атмосферу да я тоже как бы не святой человек у меня тоже может сгореть зад я могу возможно коммунити нагрубить и так далее вот и расстроить меня может какое-то ваше поведение ну естественно я как бы обычный человек но я стараюсь вот скажем так любой какой-то даже не совсем негативный снаряд кто-то зайдет скажет там ты дурачок но я наверное его просто удалю и забанил ну потому что тут особо не как бы здесь я не вижу как бы куда бы я мог склонить этого человека вот так вот просто категорично возможно даже в чем-то подобном я бы попробовал я просто стараюсь вот вывести минус на плюс то есть у человек зашел ему даже там видео например немножко не понравилось или немножко не понравилось учить написал а ты вместо того чтобы да ты сам попробуй сначала сделать а потом критик уй вот это все там а ты взял какую-то шутечку кинул он такой сидит думает мне дает чел наверное не так уж и плохо да и фиг с ним что у него там не знаю воды много или он там играет плохо или еще чего-нибудь или таблички знает хуже меня на то есть вот она делает какие-то и то есть как-то человек смотрит и такой ну и ладно и как бы вроде как и у него не готовился же сейчас напишу им зацепит и ему начнется какой-то негатив в ответ а ты ему раз позитив кидаешь он такой блин а неплохо и это иногда вот в моей опять же практике это как практика у меня довольно широкая практика на твиче хотя я как бы так и не достиг каких-то вершин возможно из-за того что я просто не сильно интересен хотя вы продолжаете писать что вроде бы как не все так плохо но возможно из-за самой игры потому что она не сильно популярна возможно стоило просто скажем так не на любимой игре сфокусировать усилия там более популярных игр в сегменте на котором я собираюсь вещать и у меня оставались некоторые зрители которые вот заходили вроде как с негатива какого-то а потом просто оставались и мы нормально общаемся как с негатива опять же заходит начинает там прямо там автор но там и так далее я просто не вижу смысла здесь что-то управлять так какие-то шутейки такие подколочки такие эти начинаешь общаться отшучиваешь и они начинают чувствовать себя комфортно а ты перестаешь чувствовать дискомфорт от них то есть вот когда вот это приходит какой-то такой колючий скажем так человек к тебе на трансляцию в комментарии и ты сначала то есть как-то чувствуешь блин не хочется начнешь снова сделаешь ролик а он там будет мы что забанить вообще нафиг но если попробовать вот тоже не не все конечно срабатывает можно попробовать вот это дело обыграть и если стараться человеку не давать адекватному человеку не давать поводов ну как бы вот накидывать на вентилятор то он через время может наоборот стать чуть ли не преданным зрителям или товарищем или коллегой не всегда проходит но иногда бывает я стараюсь работать в таком ключе как бы не то чтобы это альтруизм какой-то мне самому приятнее когда атмосфера такая дружеская как дружеская приятельская для меня все-таки друг это довольно сильное слово и я как наверное и многие не могу сказать что у меня много хороших друзей вот именно друзей которых я могу назвать друзьями этом приятели у меня достаточное количество то есть хорошие ребята я с ними общаюсь и будет со мной приятными я вижу что там на карте там на карте ресурс ребятам на карте ресурс как давно он там был рез на может быть может быть я один его заметил а мне то чтобы сильно крутой но почему не он под флагом он под флагом поэтому у меня возможно будет время спилить какую-то его часть то есть он видите его незаметно если мини-карта у такая то есть конечно если открыть вот так вот вы его увидите вот плюс я был довольно близко и возможно я успею его собрать кстати титановая руда это хорошо потому что блин уже тут прискакал жаль ну окей треть руды я собрал и судя по всему у меня кирка получше и прокачка получше поэтому я соберу в два раза больше наверное чем этот чувак хорошо когда терпят и и более потому что когда тир 4 вы же обычно из кучки по 2 собираете а здесь все равно по одному будет собирать то есть будь то кожа будь то камень а вот начиная с пятого это уже очень выгодная штука то есть вы просто окна да но где-то я больше половины собрал две трети наверно а где-то две трети мы это все отвезем в бразилии то есть мы я не буду заезжать мамонтом кстати опять же вот если кто-то досмотрел досуду то есть это я так понимаю люди которым действительно заходит моя болтология очень приятно на самом деле вообще люблю поболтать и на самом деле для меня небольшая проблема я просто замечаю что да когда сосредоточен на чем-то то есть здесь я естественно не начали сосредоточен я могу ну основном я начинаю просто течь мыслью но когда я не сосредоточен для меня небольшая проблема постоянно говорить. Это наоборот была больше проблема в том, что я часто говорю не сам с собой, но, грубо говоря, куда-то. Я вот хожу по хате и просто о чем-то разговариваю на какие-то темы. Вообще не знаю зачем, что-то обсуждаю. Думаю, о чем бы я мог с кем-то поговорить, например, какие-то моменты. И для меня небольшая проблема, то есть несколько часов так вот в ряд разговаривать. Единственное, что если разговаривать... Ну, я громко стараюсь говорить. Если разговаривать так, ну, там часа четыре или там больше в день, то просто голос начинает немножко садиться и... То есть функциональная проблема. Ну, так я из-за того, что привычно вот этим болтать, для меня это небольшая проблема. Вот. Так вот. Пока я не утек своим отступлением от вопроса. Я собираюсь, если завозить в Брезилию, то загружать в Медведя и провозить, собственно, естественно, через Месты. Потому что я не знаю, вы можете, собственно, тоже в комментариях написать. Я уже понимаю, я вас запарил с этими запросами в комментариях. Ну, как бы, а как я узнаю, если вы там не напишите? Мне кажется, что если я запрусь в Месты на Мамонте, даже если вот я, естественно, зайду, я увижу, что путь в Брезилию он есть, я быренько туда побегу, мне кажется, что я вполне имею шансы нарваться на весельчака, который меня просто ради лузов решит убить. Вот просто так, просто потому что, ну, как бы... А что нет? Чувак на Мамонте, давайте его грохнем. Потому что у Мамонта, как я понял, будет сильно срезано ХП и сильно срезано... Блин, там здесь синенькое. Будет сильно срезанное ХП и будет сильно срезанное... Смотрите, как я туда могу. А? 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 Божественно. Я и забыл про этот инвест. Вот. Просто как бы ради лузов, потому что... О, Мамонта, давайте его грохнем. Я не уверен, что я на этом Мамонте с обрезанным ХП вообще от кого-нибудь убегу. То есть, вполне возможно, что он меня просто, ну, убьет. То есть, ну, когда я упаду с Мамонта, я просто никуда не уйду, потому что я буду там в кучу раз перегружен. Отсюда у меня возникает вопрос. Я, конечно, естественно, могу проверить это эмпирическим путем. То есть, просто пойти, слиться и проверить, сколько будет стоить. Но все-таки стоит такой вопрос. Сколько будет стоить ремонт Мамонта? Вот если я умру, я потеряю пять прочки, например, от Мамонта, сколько мне обойдется этот ремонт? То есть, из этого я сделаю вывод, стоит мне рискнуть. То есть, если там недорого, я не знаю, как оно там считается. Я до сих пор не понял, на самом деле, как считается ремонт. Если там не сильно дорого, то можно, как бы, рискнуть. А если там прямо будет пять процентов от цены, что я за этого Мамонта оплатил, то я, наверное, лучше все-таки все-таки поеду туда на медведей каком-нибудь. Чем буду проверять, не захочет ли какой-нибудь весельчак устроить мне веселье, скажем так. Безудержное. Поэтому, если вы знаете, то есть, если вы ездили на Мамонте, умирали на Мамонте и знаете, сколько там будет ремонт или вы просто, как бы, знаете, как это все считается и можете посчитать и вас, как бы, не затруднит это дело, напишите, пожалуйста, вам... Я вот это капну. Какое везение. Два раза не сработало. Вам от меня будет за это прямо большущее спасибо. Помимо основного спасибо за просмотр. Вот видите, вот такими штуками вполне неплохо между делом поднимаются и то, что как бы я предметно не качаю. Да и в любом случае на перекрафте вам все может понадобиться. Неизвестно, что там будет с рынком иногда, по крайней мере, в Бресилии они точно бывают такое, что тир-третьи ресурсы пропадают и все, как бы. Их просто по нормальной цене не продают и хоть проспись. Ну, то есть, вот я бы его уже просто убил там скиллом, который бы просто просекал. до бедного рундука убил. сейчас мы докачаем до 12 и двинем собственно в сторону выхода. Наша сегодняшняя рубрика подходит к своему завершению. Поэтому мы уже будем двигаться к выходу. Я думаю, что вне стрима я добью это все дело вне записи. опять же еще один вопрос. Я просто пытаюсь немножко понять, что вам нравится, что нет. То есть, мне в принципе не сильно то сложно записывать вот эти ролики чаще. То есть, я могу любой вот такой поход записывать. Но они сейчас-то не сильно разнообразны, но они станут еще более однообразными. То есть, вопрос в том, если вам просто хочется меня почаще слушать, мне несложно. Но я уже проходил такой момент, то есть, я же говорю, я долго пытаюсь понять свое предназначение. У меня пока только путь есть, как у самурая. Я долго пытаюсь понять вот это, что бы я хотел, где бы я хотел себя видеть, и как я вообще вижу вот эту свою популярность на ютюбе, например, хотя бы в узких кругах. И поэтому я пытался делать сначала я там постил какой-то не свой контент, перепостил и так далее, потом я понял, что это не совсем то, чего мне хочется, мне хочется, чтобы в этом участвовал лично я, то есть я был замешан в этом, смотрите, какая делянка, вообще нетронутая железо. И я перешел на свой, но опять же, я убрал сейчас те же трансляции, потому что я просто добавлял побольше видео, чтобы было просто побольше, хотя возможно как бы не в трансляциях дело, а именно в смене игры. Но мне показалось, что лучше делать реже, но более насыщенные, чем чаще, но менее насыщенные. Но опять же, если вы другого мнения, то специально для вас я могу делать что-то совсем лайтовое, где я буду просто включать что-нибудь делать из разряда совсем бытовых вещей. Хорошая, хорошие делянки с железным попадаются, так бы я уже выдвинулся так бы я уже выдвинулся наверное на выход зелененькое. тут похоже вообще никого не было смотрите. Здесь зеленое дерево зеленое синее дерево стоит. Здесь были полностью заряжены ноды с железом. вот может этих девяти процентов по железу подбираем нам нам хорошо вот та штука которая заспавнилась я вот сейчас собираю и думаю а я ведь мог наверное взять журнал каменотеса с этими журналами у меня вообще огромная проблема я всегда про них забываю и в крафте я про них постоянно забываю я думаю что это бы можно было использовать дополнительные их потом можно было моим рабочим отдать здесь вообще не тронутые вообще железо вообще не тронутые практически фуловая я не могу как бы себе отказать в удовольствии копнуть моя жаба говорит что оно нам пригодится вообще знаете пока вот мы еще докапаем поговорим о графике в альбионе на самом деле когда я ее смотрел мне казалось что она будет очень поганая но вообще она довольно приятная то есть да она упрощенная если в упор там посмотреть то да естественно но блин она довольно приятная выглядит то есть вот сама локация все это дело ну и ну и охотницы тоже выглядят довольно приятно ладно то есть вот я себе скинчики вот эти купил эти там коняшки очень красиво стилизованно и поэтому я собственно я никогда не хотел играть во что-то тут же даже геншин мне не хотелось никогда играть в геншин немножечко несколько месяцев залипал может быть даже и больше чем несколько месяцев и не то чтобы мне когда-то хотелось поиграть в него на смартфоне или еще на чем-нибудь но вот альбион наверное это первая игра которую я решил блин я могу просто прилечь чтобы скажем так кости немножко размялись и реально просто поиграть там собирать что-то удовольствие то есть одновременно и отдохнуть и да от новых наушников немножко затекают уши хотя форм-фактор такой же он как затекает поддавливает вот в стерлинге живых големов я практически не находил то есть живой голем это только тот голем который тупо арестнулся в момент когда я туда подхожу то есть только вот так вот выглядит только вот так выглядел живой голем а так вот просто прийти чтобы там стоял живой голем или там боже упаси как здесь лежало там 3-4 мертвых я вот вчера заглядывал вы и там просто вот я прихожу на делянку там лежит три голема и еще два рядом стоят то есть пять големов он ее моё нашел здесь происходит я понимаю что вот здесь происходит вот здесь происходит битва фракции так давайте потихонечку двигаться в направлении матлака пойдем здесь деляночки хорошо бы было какую-нибудь прокнутую ну вот эти штуки тоже прокачиваются немножко больше ресурса в будущем ну то есть сбор тировых сбор уровневых ресурсов да я понимаю что я часто называю называю тиром и зачарование и уровень ресурса но ничего не могу с этим поделать что-то как-то что-то как-то прилипло вот такое там снизу что-то есть так подождите я мне как раз вниз и надо я только об этом говорил вот голем мало того что голем еще и прокнуты вот такого такого в матлаке безобразия в матлаке в форт стерлинге безобразия я не видел чтобы просто лежала там один-два голема или прокнутый голем с железом например не там все там все вычищено в матлаке это практически довольно частое явление вот обносил здесь травертин а вот у нас 12 процентов давайте уже двинем вот смотрите сейчас где-то час 8 минут там 10 минут вступления было ну вот 2 процента за час примерно так то есть вот оно вот такая скорость у нас добычи я сделаю на значке типа там такой молоток переходящий из красного в белый я думаю такая превьюшка у нас не знаю для меня довольно залипательное дело кстати смотрю в чате голдов тут вдруг стало дорожать наверное потому что появился пинг европейского сервера и часть людей посмотрев на него поняли что он не настолько хорош насколько он может быть кстати у меня до него пинг от 70 до 90 он ездит я живу в краснодарском крае а до америки собственно если вы смотрите в правую часть угла в правый угол под картой у меня там есть пинг и он у меня в районе 159 до 175 180 ну там конечно бывают прыжки там и до 200 но это уже частности обычно он у меня в таком диапазоне то есть да пинг уменьшится в два раза но на самом деле мне кажется что в большинстве случаев это не значит что в два раза все начнет быстрее играть но да наверное управление станет поотзывчивее и как опять же мне заметили в комментариях что есть классы у которых помимо скиллшотов от пинга зависит определенная вещь я неискушенный в этом деле человек я могу только за себя сказать что мне для меня навряд ли вообще вот эти минус 100 миллисекунд вальбионе изменят какую-то ситуацию рмт-спам в чате я вызывался кстати стать до того как я вот сейчас стал оставлять заявку на то чтобы стать крейтером я вызывался стать модератором потому что почему нет я сижу в игре по какому-то времени пока там крафчу и здесь постоянно какой-то спам идет то какой-то стример там с 10 аккаунтов завлекает к себе прийти посмотреть дропы внезапно дроп сейчас есть у всех вот то есть ты просто запускаешь трансляцию по альбиону и к тебе насколько я знаю тут же прикручиваются дропсы ну такая реклама ну такое себе то есть она и запрещена я бы наверное как модератор и это бы убрал и побанил бы людей которые продают за рнт но чувачок с лука как быстренько раскладывает а я вот этой курсой в них напихиваю да следую следующий ролик будет уже я возьму какое-то другое оружие скорее всего лук бадона фиолетовая мгла фиолетовая мгла если бы я был с удочкой надо знаете иногда удочку брать хотя конечно без сета рыбака иногда прямо аж обидно вот такая вот мгла висит я бы там рыбаком полмиллиона при удаче и больше бы выловил но у меня нет удочки поэтому поэтому я ничего не выловлю ладно едем в матлок вот я вот так вот и езжу то есть я выехал на часик 2 процентика апнул пошел делами какими-то заниматься то есть вечером перед сном вот просто сейчас говорю нету у меня планшета нету возможности а мой телефон это ну альбиот прямо сильно не тянет у меня старенький хонор 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 мой английский он такой он у него 4 гигабайта оперативки и он уже староватый честно говоря он не всегда когда когда интернет ему не даешь то есть выключен вай фай 4g его включаешь он начинает подтягивать сообщение что там вконтакте написали что там с youtube оповещение он начинает все это грузить и он может прямо минуты на две-три затупить просто так висеть и опять смотрите лежит мертвый мертвый голем и вот два голема стоит и никому какого никакого дела нет опять бы мне очень пригодилась какая-то мгновенная массу ха не дотовая я даже не вижу смысла как бы кидать кидать ешку в них потому что он умрет один раньше а второго все равно добивает то есть точно так же лег и вот так вот у вас без особого вообще какого-то стресса качается качаются вот эти все собирашки 8 ну естественно как бы они качаются 8 бодро если вы тратите очки обучить а конечно как бы без очков обучения это все будет гораздо длиннее я сразу же об этом говорю то есть ну как в пять раз в пять раз длиннее деревья вообще чуть не рубит почти целые стоят но звук конечно новых наушниках получше мои старые уже похоже сдавали потихоньку то есть там я не знаю что что происходит со временем с динамиками но похоже они уже просто не играли то есть звук стал прямо как сказать более такой насыщенные упруги ну и плюс из-за того что они сильнее к ушам прижимают в этом тоже есть так кожу мы наверно скорее всего пойдем мы пойдем дерево качать в люме естественно и там будем подкачивать кожу но если кожа не подымется одновременно с деревом то мы двинем наверное в месты потому что там все мобы заряженные кожи то есть надо будет просто бегать их ловить и все они будут все целые мне кажется что это проще потому что на коже очень много людей сидит на шкурах итак сегодня немножко длиннее получилось чем обычно все таки я стараюсь прямые включения делать не больше часа это для зрителей которым под партейку чтобы хватило то но опять же те кто не подписан на ретро там довольно длинные ролики да и канал с стримами но я там меньше разговариваю вот всем огромное спасибо что были сегодня со мной сегодня не очень как бы полезный ролик но они у меня полезно не так часто выходят на самом деле не так много полезных вещей которые бы я мог вам сказать больше болтология вот болтология у меня выходит в большом количестве еще раз скажу под конец то есть если вам бы хотелось видеть меня в списке креаторов официальных партнеров там знаете типа я не халявщик леня я партнер как было в ммм вот если вы хотите меня видеть партнером этого ммм чтобы я делал розыгрыш и не только моего крафта но и как бы как бы более весомые там типа прем там все дела то голосуйте за некроманта подписывайтесь делаем 250 делаем 250 фолловеров я как бы там подтверждаю заявку смотрим если мне все одобривают то мы сразу же делаем розыгрыш буквально вот как только я это получаю я записываю ролик с розыгрышем и мы его делаем если там какие то другие требования то мы их уже выполняем и после делаем собственно ролик с розыгрышем как то так на сегодня у меня все в следующий раз мы возможно встретимся опять в матлаке но я поменяю оружие но скоро мы перейдем в стерлинг вот после этого мы перейдем в люм а потом я думаю когда у меня будут седьмые тиры мы пойдем немножко потреплими ну я пойду немножко потреплю себе нервы вы за этим посмотрите пойдем попробуем либо на дороге авалона там покрабить ресурсы и не убиться либо на начнем с красных зон прилегающих седьмых я не знаю где будет безопасней потому что дороги довольно пустые если тебе повезет а красные зоны прилегающие довольно полные но зато там точно видно сколько там гангеров кого стоит опасаться так и на этом у меня все пока пока огромное спасибо за ваше внимание скоро увидимся не пропадайте берегите себя берегите здоровье хорошего вам времени суток спасибо спасибо проект друзья здесь Продолжение следует...